Всем привет, друзья! Сегодня я решила для вас записать такое более беззаботное и радостное видео по сравнению с предыдущим моим видео. Кстати, если вы его не видели, то я где-нибудь здесь оставлю для вас ссылку, вы можете перейти. Вы увидите, как выглядят сейчас улицы Вашингтона во время протестов, магазины заколочены фанерами. В общем, это интересно, поэтому перейдете, потом пересмотрите. Ну а сегодня я решила рассказать о своем летнем гардеробе. На самом деле я сама обожаю такие видео, потому что всегда можно присмотреть для себя что-нибудь интересненькое. Даже если это какие-то обычные футболки, не всегда можно найти действительно качественную вещь онлайн. Это сейчас в данный момент мой любимый вид шоппинга, поскольку магазины у нас до сих пор не работают. Поэтому, возможно, вы тоже любите онлайн-шоппинг, и вам это будет полезно. Поэтому, если вам интересно, то поехали, не будем долго болтать. Я решила начать с джинс, поскольку джинсы – это такая неизменная вещь летнего гардероба в России. Эти джинсы я приобрела в H&M. Джинсы действительно классные. Они очень приятного такого голубого оттенка. Правильной длины, но я бы сказала, что эта длина больше правильная для роста от 165 и, может быть, до 170. Поскольку с моим ростом 162 см эти джинсы, мне кажется, какой-то такой длины немножко не то, не сё. Поэтому довольно часто я их подгибаю чуть-чуть, буквально на 2-3 см, и они становятся действительно той длины, которая нужна моей фигуре. Сейчас вы видите эти джинсы на мне. И, на самом деле, небольшой минус, который есть для меня в этих джинсах – это вот эти дырочки, которые вы сейчас можете увидеть сбоку на штанинах. Я не любитель рваных джинсов, но, тем не менее, почему-то я вот себе заказала такие на фотографии онлайн. Это было как будто бы просто протёрто, если пришла такая дырочка реально. Но эти джинсы так классно сидят. Они такие удобные, мерообтягивающие. И, по-моему, эта модель называется Uncle Jeans. Я сейчас не уверена. Я оставлю вам ссылку внизу, в инфобоксе вы можете перейти и посмотреть. В сезоне H&M выпустили очень много классных джинс, и поэтому, я думаю, вы не ошибётесь. Практически каждая модель будет классная для вас. Следующая вещь, про которую я бы хотела вам рассказать – это джинсовые шорты. Эти джинсовые шорты я также приобрела в H&M. Это уже вторые джинсовые шорты, которые я купила в H&M. Первые мне пришлось отправить назад. Я могу вам оставить на них ссылку. Они более удлинённые, также на высокой посадке. Что было плохо в тех джинсах? То, что они были 34 размера, и они мне были велики. Они висели на мне как в талии, так и в попе. Поэтому я их отправила назад и заказала вот эти джинсы, которые вы сейчас можете на мне увидеть. Эти джинсы классного цвета. Мне они очень нравятся. Правильные длины, они такие комфортные, не в меру обтягивающие, но в то же время нигде не жмут. Точно летом в них отлично и удобно ходить. Даже при 30 градусах я могу в них спокойно гулять. Единственный минус, опять же, в этих джинсовых шортах, которые я вижу для себя, это вот эти дырочки, которые спереди есть на этих шортах. Но я им все прощаю, поскольку они мне действительно нравятся, поэтому я могу им это просить. И вообще, знаете, как-то в Америке до сих пор многие ходят с дырками на джинсах, и это тут не смотрится как-то прошлым веком. Поэтому, если вам нравятся подобные джинсовые шорты, то смело присмотритесь к ним, они классной длины, я вам их могу смело рекомендовать. Они также в 34 размере у меня, и себя-то отлично. Следующий комплект, который я хочу вам показать, это такие льняные шорты и майка. Сейчас вы можете увидеть их на мне, они очень приятного бежевого оттенка. Такие бежевые тона сейчас действительно актуальны и в моде. Я купила этот набор также в H&M. Я купила эти шорты в прошлом году в H&M, а эту майку я купила в этом году в H&M. Но они прекрасно сочетаются по цвету, как будто бы это прямо было комплектом. Я, насколько знаю, сейчас в H&M можно найти подобные шорты. Я оставлю ссылки. Такая майка, конечно же, подойдет не только к этим шортам, она подойдет к любым шортам и юбкам. Это юбкам, поскольку она достаточно нейтрального бежевого оттенка, с такими темно-коричневыми, можно сказать, черными вкраплениями, какими-то пятнышками. Это смотрится интересно. Я не могла его не заказать. Кроме того, он льняной, из действительно натурального материала. Для летних вещей это особенно важно. Важно, чтобы они были сделаны из натуральных дышащих материалов. Я всегда обращаю на это внимание и всем советую. Также вы сейчас видели в предыдущих моих видео в шортах и в джинсах я одевала футболки. Эти две футболки я приобрела в Uniqlo. Вы наверняка уже много раз от блогеров слышали, что в Uniqlo футболки из очень хорошего, плотного такого катона. И они очень приятные, правильного кроя. Вот сейчас вы можете еще раз посмотреть, что эти футболки... У этих футболок очень правильная длина рукава. Они очень здорово смотрятся с любыми джинсами, с любыми шортами. Также можно ходить и с юбками. Это вообще, считаю, универсальная вещь на лето. Но я не знаю, что я вам хочу сказать, что Uniqlo магазин азиатский, насколько я знаю. И поэтому я обычно ношу S, иногда и XS. Но здесь я приобрела футболки в размере M. Они еще немножко подсели после стирки и стали вот идеальными. Поэтому берите немножко на размер больше. Еще одна вещь, о которой я хочу вам рассказать, это белая рубашка. Вы наверняка знаете, что белая рубашка – это универсальная вещь в гардеробе каждой девушки. Кроме того, я искала на лет белую рубашку из натуральных материалов. Я долго не могла себе найти такую. Но вот недавно, сидя на карантине, я опять же листала мой любимый H&M и нашла себе рубашку из правильного натурального материала. Я думаю, что это хлопок. Рубашка в размере XS. Но я, возможно, бы даже купила XXS, если бы я примеряла. Но так как это онлайн, то в принципе она сидит неплохо, поэтому я не стала ее отправлять обратно. Ее можно одевать с шортами и, например, с тапочками на плоской подошве. Если одеть более какие-то акцентные аксессуары и каблуки, то можно пойти в этой рубашке в вар, куда-то посидеть с девчонками или даже на свидание. И решила немножко рассказать про юбки и платья, сарафаны даже, скажем так. Первая вещь – это юбка также из магазина H&M, вы не поверите. Я ее купила в прошлом году, где-то в августе на распродаже. И я в нее просто влюбилась, когда увидела, и она там стоила что-то около 10 долларов на распродаже, может быть, 15, я точно сейчас не помню. Я поищу, возможно, есть какие-то подобные модели сейчас в H&M, я очень на это надеюсь, потому что эта юбка просто замечательна, она идеально подчеркивает фигуру, сидит высоко на талии, на пояске. Эта юбка очень красиво, бежевого цвета, поэтому ее можно сочетать с верхом практически любого цвета. Сейчас вы видите на мне, как я сочетаю ее с майкой из H&M, также такого рыжего цвета, но также я эту юбку одевала и с футболками, и с рубашками, с футболкой и с кедами, с рубашкой и на каблуках. То есть вариантов, как обыграть эту юбку, действительно много. Теперь немножко о сарафане. Этот сарафан я приобрела на сайте Zara еще в прошлом году, также где-то в середине или в конце лета. Сейчас, возможно, такого сарафана там... Точнее, насколько я знаю, сейчас такого сарафана нет. Но, возможно, если вы увидите что-то подобное на сайте, может быть, Asos можно поискать, или я не знаю насчет H&M, я поищу. Если я найду что-то подобное, я обязательно оставлю все ссылки внизу в инфобоксе, поскольку этот сарафан действительно классный. Я одевала его как с сандалиями на плоской подошве. Также я могу представить себе этот сарафан с каблуками. Также я могу представить этот сарафан с белыми кедами. Это тоже будет очень круто смотреться. Цвет у него очень классный, не яркий, не кричащий. Просто очень приятный к глазу, и я думаю, он подойдет как блондинкам, так и брюнеткам. Пару слов об обуви, которые я приобрела. Буквально пару моделей. Первое — это кроссовки, которые я купила на сайте Asos. Я давно хотела белые кроссовки. Вот такие немножко преувеличенно большие. Но я не хотела покупать какие-то дорогие кроссовки, поскольку я не уверена, что они будут еще как-то очень долго актуальны. И поэтому я нашла кроссовки на сайте Asos. Они стоили в районе 30 долларов. Когда они пришли, было видно, что они, конечно, не супер качественные. Они не кожаные, но они очень удобные. Они действительно стильные. Они добавляют такую изюминку к вашему наряду. Украсят любые джинсы, любые шортики. И поэтому, если вы хотели что-то такое недорогое, но при этом стильное, то я вам могу смело их рекомендовать. И вторая пара обуви, которую я также приобрела на сайте Asos, это тапочки. Коричневые тапочки, которые универсальные, мне кажется, ко всему. Подобные модели есть на сайте Zara, еще сейчас есть представленные. Они еще представлены были и в прошлом летнем сезоне. Наверняка вы видели подобные модели в куче блогеров. Это действительно тапочки такого универсального цвета, коричневые, которые подойдут ко многому. И летом являются такой неотъемлемой частью практически каждого образа. И хотелось бы добавить пару слов об аксессуарах, которые я приобрела на сайте AliExpress. Я решила поэкспериментировать и заказать серебряную цепочку с буквой S. И похоже, что это настоящее серебро, поскольку у меня есть аллергия на несеребряные вещи. И на эту вещь аллергии у меня нет. Это буква с небольшими камешками. Конечно же, я уверена, что это не натуральные камни, но тем не менее, смотрится это нежно. Еще один набор серебряных украшений, который я приобрела также на сайте AliExpress, это вот такой набор сережки и кулончик. Они действительно очень красиво переливаются на свету. Эти сережки небольшого размера, но тем не менее, они смотрятся на ушах очень деликатно и красиво. И еще одни сережки, которые сейчас вы можете видеть. Это также серебряные сережки сайта AliExpress. И они такие уже более нарядные на выход, не на каждый день. Но тем не менее, они смотрятся очень деликатно и кульгарно. Мне они очень понравились. И последние сережки, которые я приобрела на сайте AliExpress, это были вот такие красивые сережки бронзового оттенка, матового. Поэтому они не смотрятся как-то вульгарно. Подойти практически к каждому вашему аутфиту. Ну и на этой ноте я заканчиваю свое видео. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.